Публича, Португалия, дипломатическая борьба за Крым продолжается Инна Огневец, Публича, Португалия 22 ноября 2019 года Политика подавления основополагающих прав и свобод человека остается печальной реальностью для жителей полуострова Наша борьба за Крым продолжается, и мы не сдадимся С 2016 года Украина представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина Резолюция этого года уже была одобрена Третьим Комитетом 74-й сессии Генассамблеи ООН 14 ноября и будет вынесена на голосование в ходе пленарной сессии ГООН в декабре Следует напомнить, что в прошлогодней резолюции Генассамблея признала Россию страной-оккупантом и указала на то, что, несмотря на постоянные призывы международного сообщества, Российская Федерация продолжает грубо нарушать свои обязательства в качестве оккупирующей державы Важно подчеркнуть, что резолюция призывает все государство и международные организации называть Крым временно оккупированной украинской территорией Как известно, с прошлого года ситуация с правами человека в Крыму находится под контролем Генерального секретаря ООН, который 2 августа 2019 года опубликовал по этому вопросу доклад, где анализируют данную ситуацию за последние пять лет В частности, генеральный секретарь пришел к заключению, что российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека и нормы международного гуманитарного права В том числе автоматически распределяют российское гражданство среди всех граждан оккупированной территории Производят насильственный набор в армию оккупирующего государства Осуществляют массовое переселение русского населения в Крым Депортацию коренного населения Крыма с оккупированной территории и так далее Только в период с 2014 по 2018 год в Крым было переселено около 140 тысяч российских граждан В докладе также сообщается об ограничениях практически всех основополагающих прав человека Включая право на жизнь, свободу мысли, совести и религии, справедливость, свободу слова и свободу мирных собраний А также право на поддержание собственной идентичности, культуры и традиций Также отмечаются случаи применения пыток и жестокого обращения с заключенными Которых подозревают в так называемой экстремистской или антироссийской деятельности А также преследование тех, кто не согласен с российской оккупацией Крымского полуострова В частности крымских татар, журналистов и правозащитников Кроме того, в докладе осуждается невыполнение России Постановление международного суда от 19 апреля 2017 года Которое, в частности, обязывает ее отменить запрет на деятельность Меджлиса Экстремистская организация, запрещенная в России, примечание редакции на СМИ И предоставить возможность изучать украинский язык Также осуждению подвергается тот факт, что Россия продолжает отказывать в свободном доступе на полуостров Международным и региональным учреждениям по мониторингу прав человека По данным того же отчета, в нынешнем году Россия вновь отклонила просьбу Верховного комиссара ООН По правам человека способствовать выполнению миссии УФКЧ в Крыму Хотя Россия по-прежнему не соблюдает резолюции ООН, Украина будет продолжать регистрировать случаи российской незаконной деятельности Каждый раз представляя в международные институты новые документы, чтобы сформировать правовую базу для привлечения России к ответственности за свои преступления Кстати, 8 ноября Международный суд вынес решение в пользу Украины, признав, что обладает юрисдикцией в деле Украины против России То есть уполномочен осудить нарушение правил Международной конвенции по пресечению финансирования терроризма И конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации со стороны России Таким образом, политика подавления основных прав и свобод человека остается печальной реальностью для жителей полуострова В зоне особого риска находятся те, кто осмеливается выступать против оккупации Так что наша борьба за Крым продолжается, и мы точно не сдадимся Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ